Близко к школе никого не подпускали. Затем он узнал, что супруга с детьми также находится в заложниках. Стал ждать каких-либо известий. Все три дня находился на улице вместе со своими родственниками. 3 сентября находился вблизи школы со стороны отдела милиции. Примерно в 13 часов в школе произошло два мощных взрыва. Через некоторое время со стороны школы стали выносить раненых. Я также стал помогать раненым выбираться из школы. Затем, когда школу оцепили, я направился в больницу правобережную искать своих родных среди раненых. В больнице я не смог обнаружить никого из членов своей семьи и продолжил поиски в другую больницу, а также в морг. 4 сентября в морге города Владикавказа обнаружил и опознал тела супруги и сына. И забрал их. Облашаются листы. Дело 97.100. Это показания Хамицаевой Зои Георгиевны от 7 декабря 2004 года. Она пояснила, что с дочерью Хамицаевой Эльзой проживает, внуками Какаевой Дианой и Станиславом. Также у нее есть дочь Гульчеева Берта, которая тоже проживала в городе Чиколе со своей семьей. Ранее до трагических событий в школе номер один города Беслана. 1 и 3 сентября у нее была младшая дочь Дзампаева Светлана, которая проживала в Беслане с мужем Дзампаевым. Значит, они пошли все вместе в четвером в школу номер один. Значит, дочь, внучка Агунда в этом году пошла в первый класс. И родители ее повели на торжественную линейку, взяв с собой и младшего ребенка. Все четверо были захвачены в заложники, удерживались до 3 сентября, а затем были убиты террористами, захватившими школу. Оглашается показание в томе 67-м на листах дела. 294 – это показания несовершеннолетней Калаговой Виктории Таймуразовны от 4 октября 2004 года. Значит, она пояснила, что 1 сентября пошла в школу на праздничную линейку с соседкой Нагаевой. Во дворе школы началась линейка. Немного отошла, значит, ополоснуть руки под кран, который находился рядом с выходом из школы. Как вдруг увидела, что к воротам подъехала грузовая автомашина военного цвета и из кузова автомашины стали выпрыгивать мужчины в черных масках с автоматами в руках. Испугавшись, побежала к другим ученикам, но бандиты окружили нашу линейку и, стреляя вверх, стали загонять нас в спортзал школы. В спортзале заставили сесть на пол, а бандиты начали минировать зал. Значит, ходили две женщины по спортзалу с пистолетами в руках, обыскивали нас и отобрали мобильные телефоны. Вечером эти женщины вышли из спортзала и больше их не видела. В спортзале постоянно находилось до 10 бандитов. Они менялись каждые два часа. На второй день террористы стали очень агрессивными. Разрешали выходить, не разрешали выходить в туалет, не давали воды. Во второй половине дня увидела она свою сестру Олю в спортзале. Она тоже ученица этой же школы. Под вечер второго дня пришел в спортзал Аушу, о чем он говорил, о чем-то переговорил с бандитами и вышел. Больше к нам он не заходил. Я не видела, чтобы кого-то освободили после его визита. На третий день в спортзале раздалось два взрыва. Я находилась с сестрой, меня ранило осколком в левую, но я сама побежала в столовую школы, где спряталась в каком-то шкафу. Очень сильно стреляли, но с сестрой они не выглядывали. Позже заглянул наш милиционер и вывел их из школы. Оглашаются показания посередевших в томе 69-м на листах дела 12.17. Это показания Кундухова Альберта Сахарбековича от 7 сентября 2004 года. Он пояснил, что проживает вместе со своей семьей. Проживает он вместе со своей семьей. Со мной проживает мать Мукагова Таира Бексалтановна, жена Ходова Авы, дочь Ходова Кристина и сын Ходов Астемир. Со своей женой состою в гражданском браке. 1 сентября 2004 года моя дочь Кристина должна была пойти в первый класс школы. Я устроила ее в первую школу города Веслана. 31 августа на автомашине по рабочим вопросам поехал в город Москву. А 1 сентября, подъезжая к городу Ростов-на-Дону, от невестки по телефону узнал, что первую школу захватили террористы. Невестка Годжева Лариса спросила у меня, кто пошел из моей семьи в школу. Я сказал, что пошла жена и дочь. После разговора с Ларисой я стал звонить по телефону домой, но никто не поднимал трубку дома. Тогда я подумал, что в школу пошли все, и мать, и жена, и дети. В тот же день, 1 сентября, я вернулся в Беслан, примерно 22 часа. Подъехал в район школы и находился там вместе с родственниками, заложников около школы. До 3 сентября, до момента штурма, находился там. Вместе со мной находились соседи, у которых также родственники находились в школе. От своих соседей я узнал, что моя семья находится в заложниках. Примерно в 13 часов я услышал взрывы с интервалом примерно в 1 минуту, после чего я вместе с людьми побежал в сторону школы. Людей не пустили в сторону школы, после чего я вместе, также с людьми прибежал на улицу Аккиарскую, где какие-то мужчины выносили заложников и раненых, я также стал помогать выносить заложников, выносили из спортзала. Я добежал до Украины, где вновь брал носилки с ранеными, нес их на улицу Аккиарскую, где их вложили в корректы скорой помощи. В сам спортивный зал школы я не заходил. В один момент я увидел, как какой-то мужчина вынес на из спортзала маленького ребенка. Я узнал своего сына, Астемира. Я не стал останавливать того мужчину, так как хотел, чтобы моего сына отнесли подальше от школы. Свою жену и дочь, и мать я не видел. Раненых заложников 3 сентября выносили до 18 часов, после чего стали выносить раненых и убитых военных и милиционеров. Примерно в час к школе подъехал танк и стал выбивать оттуда террористов выстрелами. Примерно в 2 часа я вместе со своими братьями Тимуром Султановичем и Мукаговым Черменом Таймуразовичем и его матерью Римой приехал в РКБ города Владикавказа, где стали среди доставленных из Беслана искать мою семью. Чермен с Римой пошли в детскую больницу, где нашли моего сына Астемира. Я вместе с Тимуром встал возле приемного покоя. Там нам сказали, что сейчас сфотографируют всех неопознанных раненых и покажут нам их фотографии. Для опознания. Я сказал медсестре, что моя жена и дочь, и мать пропали, и сказал ей и в фамилии. Медсестра мне сказала, что есть раненая из Беслана. Ходова Мила и провела меня в палату, где она лежала. Зайдя в палату, я увидел, что под фамилией Ходова Алла лежит моя соседка Зандарова Мадина Казбековна. Почему она лежала под именем и фамилией моей жены, я не знаю. У Зандаровой Мадины на плече большими буквами было написано Ходова Алла, что также стало для меня загадкой. После этого я с Тимуром пошел в детскую больницу, где был мой сын. Астемир действительно находился там, с Черменом, и побыв там, я вместе с Тимуром и Черменом уехал, а Римма, мать Чермена, осталась там. Я с братьями приехал в больницу рядом, значит, со стадионом «Спартак». Там я также искал жену, мать и дочь, но их там не было. После этого мы ездили в больницу по улице Тамаева, в железнодорожную больницу и в КБСП, на китайскую, но нигде их не было. Мы приехали домой в Веслан и опять поехали искать в больницу, но не нашли. Мы вместе пошли к зданию школы, чтобы посмотреть их среди трупов. Но нам сказали, что трупы будут отвозить во Владикавказ в морг. Тогда мы приехали в Бюро судебно-медицинских экспертиз на улицу Гагарина, где я стал опознавать среди трупов жену, мать и дочь. Среди трупов я не опознал. Возле Бюро судебно-медицинской экспертизы нам сказали, что в детскую поликлинику еще привезли детей, которые якобы находились в подвале. Мы пришли в детскую больницу и действительно увидели скорую помощь. Около 11 машин, но они не привезли детей. А наоборот, увозили в аэропорт оттуда в Росток. В детской больнице сказали, что также привезли еще детей. В общем, 5 сентября он находился возле Бюро судебно-медицинских экспертиз. Услышал, что когда 3 сентября начался штурм в школе, то террористы под видом спасенных раненых на машинах выезжали с заложниками с территории школы в сторону Республики Ингушетии и Чеченской Республики. Действительно ли это так было, утверждать я не могу. Он описывает, что жена его была одета в длинную юбку синтетического материала и так далее. В чем была одета его мать, где могут сейчас находиться моя жена, дочь и мать, я не знаю. Оглашаются показания на листах дела 61-64. Это Кудзиевой Мадины Тамерлановны от 5 сентября 2004 года. Кудзиевой Мадины Тамерлановны от 5 сентября 2004 года. 1 сентября 2004 года со своей матерью и младшим братом находилась на праздничной линейке. В 9 часов 15 минут находилась еще в помещении школы с братом и мамой. Вдруг услышала, как началась стрельба и когда с мамой и братом забежали в класс. Спустя некоторое время в класс зашел боевик и отвел нас всех в спортивный зал. Я увидела боевиков около 15 человек. Также среди них видела двух женщин-шахидок, которые на поясах имели взрывные устройства. Боевики разговаривали в основном на чеченском языке и на русском. Также я слышала имена некоторых боевиков. Али Абдул Ибрагим. Боевик по имени Абдул был, на мой взгляд, осетином, так как иногда разговаривал на осетинском языке. Меня с матерью и братом перевели из одного спортивного зала в другой. Могу пояснить то, что боевиков, которых я видела без маски, я смогу опознать. Среди них был один мужчина с бородой. Он был побрит на высо. Его все остальные называли полковник. Если я его увижу, смогу опознать. После того, как прозвучали два взрыва, и нас, и еще некоторых людей перевели в столовую, боевики требовали, чтобы мы махали тряпками в окна. Но затем наши солдаты освободили нас. В результате сложившейся перестрелки между солдатами и боевиками, я получила сквозное ранение правого плеча. Более по существу я пояснить ничего не могу. Оглашаются листы дела 140-143 от 6 сентября 2004 года. Это показания Меликова Азамата Казбековича. Несовершеннолетний. Он 1 сентября 2004 года вместе со своим братом находился в школьном дворе. Школы номер 1 города Веслана, где был захвачен заложники террористами, которые забежали во двор и стреляли в воздух. Одновременно загоняли всех, кто находился во дворе школы, в здании школы. И таким образом он был захвачен и вместе с другими удерживался в заложниках в спортивном зале школьном. 3 сентября примерно в обеденное время в зале произошли взрывы. Он увидел, что один боевик, который находился рядом, с ним истекал кровью. Люди стали убегать через двери и окна. Он тоже выбежал, стал убегать. И его на улице подхватили люди в камуфлированной форме и доставили его в безопасное место. Оглашаются показания. На листах дела 225-228. Это показания Ильиной Зинебе, без отчества, от 7 сентября 2004 года. Она пояснила, что 1 сентября 2004 года ее старшая дочь Норматова Лира Борисовна повела в школу свою дочь Норматову Зарину Рустамовну. С ними пошел ее внук Бахромов Амирхан Авазович. В тот же день школу номер 1 города Беслана захватили террористы и удерживали всех их в заложниках до 3 сентября. 3 сентября в результате действий террористов погибли ее дочь и внук. А где находится внучка в настоящее время, она не знает. Оглашаются показания на листах дела, в томе 70-м, на листах дела 42-45. 42-45 это Ильин Борис Алексеевич, он допрашен 27 сентября 2004 года. Пояснил, что 1 сентября в школе номер 1 от рук террористов у него погибла дочь Норматова Лира Борисовна. Также погиб сын Лиры, мой внук Бахромов Амирхан Авазович 2000 года рождения. И без вести пропала дочь Лиры, то есть внучка Норматова Зарина Рустамовна. До настоящего времени ни в морге, ни среди убитых, ни в больнице среди раненых я своей внучки не смог обнаружить. В настоящее время проживает он у своего брата Ильина Константина. В общем, вот то, что раньше я читала, это Зинебе. Так, оглашаются показания на листах дела 128-131. Это показания Григориан Манук Арамисовича от 23 сентября 2004 года. На протяжении трех лет сын Григориан Манук, его жена Григориан Маира и дети Григориан Маляка и Григориан Миронош проживали в Беслане по улице Маркова 16. Так как внуки учились в школе номер один. 4 сентября мой племянник Сирануш, тоже житель города Беслана, позвонил мне в Армению и сообщил, что во время захвата террористами вышеуказанной школы мой сын, Ганик, что ли, был убит. Гарик вместе с женой Григориан Маирой и дочерью Маирой, они были убиты, все погибли. Оглашаются показания Дзусовой Лидии Абадиевны на листах дела 144-149. Вот 25 сентября 2004 года. Значит, показания следующие. Она работает учителем английского языка в средней школе номер один города Беслана. 1 сентября 2004 года в 9 часов в школе должна была состояться торжественная линейка. Примерно в 8 часов 50 минут она зашла на территорию школы со стороны переулка Школьный. В 9.15 классы стали строиться на линейку. В то время, когда она, Дзусова, увидела мужчину атлетического телосложения, в руках он держал автомат и стрелял вверх. Все люди стали разбегаться, но большинство было загнано в коридор школы. Среди людей, загнанных в коридор школы, оказалась и она, Дзусова. Всех заложников террористы загнали в спортзал. Затем стали заставлять заложников сесть на пол. В это время Дзусова увидела, что на полу в центре зала лежит труп мужчины. На трупе была надета клетчатая рубашка. В зале находилось примерно в это время 6 террористов. Террористы выбрали несколько мужчин, которых заставили баррикадировать проходы. Затем их вывели из спортзала. Более Дзусова их не видела. Среди террористов были две женщины-смертницы. Они были вооружены пистолетами. На поясах у них висела взрывчатка. На второй день заложникам отказали давать моду. Запретили выходить из зала в туалет. В спортзале было очень душно и многим заложникам становилось плохо. Террористы постоянно стреляли над головами заложников, наставляли на старшеклассников автоматы, требуя тишины. 3 сентября 2004 года в обед в спортзале прогремел сильный взрыв. Затем раздался второй. Сразу после взрывов началась стрельба. Затем в спортзал зашли ОМОНовцы и вывели Дзусову с территории школы. Листы дела 180-184. Это показания несовершеннолетней Кукоевой Кристины Казбековны от 27 сентября 2004 года. Она пояснила, что в школу 1 сентября 2004 года вместе со своей мамой Заирой и младшей сестрой Аминой, что ли, пошли утром на праздничную линейку в школу номер 1 города Беслана. Все мы стояли во дворе школы вместе с учителями и родителями. И в этот момент нас захватили террористы. Они стреляли из автомата вверх, загнали всех в спортзал. Ее мать и сестра Алена оказались в спортивном зале школы в его центре. Террористы не давали заложникам пить. Все время стреляли вверх. С ними были две девушки в черных платьях и в черных платках. В спортзале стало жарко. Террористы по всему залу развесили бомбы. Все три дня террористы пугали заложников. Не разрешали разговаривать, передвигаться и пить воду. На третий день террористы в спортзале взорвались бомбы. Затем прогремел второй взрыв. После взрывов она, Кокоева, потеряла из виду свою мать и свою сестру. Самостоятельно она вылезла в окно. И там ее кто-то подобрал и отвез в больницу. Оглашаются листы дела 277-280 Фарниевой Ларисы Таймуразовны от 24 сентября 2004 года. Утром 1 сентября повела своего сына Эльбруса в первый класс в школу номер один. В то время, как праздничная линейка уже построилась, я находилась у центрального входа в здание школы. Вдруг к входу во двор школы со стороны улицы Коминтерна подъехала какая-то грузовая машина. И из кузова труп этого мужчины вынесли из спортзала. У всех отобрали мобильные телефоны и портфели учеников. Видела бандита, сидевшего у входа в спортзал, который ногой держал какое-то устройство. В спортзале нас охраняли человек семь, не разрешая вставать и разговаривать. На второй день они стали еще злее. Не давали воды, не выпускали в туалет. Ни у кого не было еды. Люди теряли сознание. Одна из девочек подошла к директору школы Лидии Александровне и попросила, чтобы та вывела ее в туалет. Директор, отдернув ее, крикнула, что ей мы все надоели. И сказала, что кроме бандитов, находящихся здесь, нас никто не спасет. Я видела, как директор ела еще крупты. Потом пришел Аушев. Он пришел в спортзал под вечер, постоял, наверное, минуту, и сказал, и с кем-то из бандитов вышел. Больше я его, Аушева, не видела. На третий день я с сыном находилась почти в центре зала. Примерно в 13 часов раздался взрыв. Я спрятала своего сына под себя. Сразу произошел второй взрыв. И я увидела, что дверь выбила взрывом, взрывной волной. И через проем начали выбегать люди. Я схватила сына и тоже выбежала во двор. В нас убежавших стреляли вслед бандиты. Меня ранили в плечо. Добежав до улицы, меня встретили сотрудники милиции и отправили в больницу города Владикавказа. Оглашаются листы дела 292-297. Это показания Тебеева Аслана Руслановича. Вот 29 сентября 2004 года. Он пояснил, что утром 1 сентября пошел в школу на праздничную линейку. Племянница Фраева должна была пойти в первый класс. Я пришел в школу номер 1 к 9 часам. Мой зять Фраев Руслан приехал на своей автомашине. ВАЗ-21 к ходу школы со стороны улицы Коминтерна. Я увидел, как подъехал Руслан и стал подходить к нему. Только стал подходить к входу, как слева от входа стал подъезжать ГАЗ-66 военного цвета. Только грузовик подъехал к автомашине моего зятя. Из кабины грузовика выскочил мужчина. В руках была снайперская винтовка. Он подошел к автомашине моего зятя Фраева Руслана и в упор расстрелял его. Одновременно из кузова ГАЗ-66 стали выпрыгивать мужчины с автоматами в руках. Все в черных масках. В количестве примерно 20 человек. Они направили в меня автомат, загнали во двор в школу. Быстро окружили линейку и все, кто находился во дворе школы, стали загонять в коридор, а потом в спортзал школы. В спортзале собралось примерно 1200 человек. Нас охраняли постоянно 6 человек. Один бандит сидел у кода и держал ногой устройство взрывное. Женщины две с пистолетами забрали у всех мобильные телефоны. Я всегда находился со своей супругой в зариной месте. Вечером первого дня эти женщины-бандитки вышли из спортзала, а спустя немного времени в коридоре прогремел взрыв. Больше я этих женщин не видел. На второй день бандиты стали очень агрессивны, раздражительны, не разрешали выходить в туалет, пить воду. Хочу дополнить, что в первый день, находясь в спортзале, я увидел среди заложников мою маму, Тебю Ларису и свою супругу Зарину. Незаметно подошел к ним и спросил, как они оказались здесь. Мама сказала, что они с моей супругой подошли позже, их тоже захватили бандиты и завели в спортзал школы. На второй день вечером заходил в спортзал Аушел, о чем-то переговорил с бандитами и вышел. Вечером того же дня вывели мужчин и со слов рядом сидящих их заставляли где-то выламывать полы. Также хочу добавить, что при захвате школы грузовик ГАЗ-66 заехал во двор школы, остановился возле центрального входа в здание школы. Из кузова грузовика бандиты стали выносить взрывчатку. Оружие, гранатометы все заносили в разные помещения. Я вместе с остальными находился еще во дворе школы и видел это. На третий день ближе к обеду я располагался у двери спортзала, которая была завалена партами и сейфом. Недалеко находился боевик и держал ногой взрывное устройство. В одно время читал Коран. Дочитав Коран, он, бандит, отложил Коран в сторону и отпустил ногу с взрывного устройства. Я сразу понял, что может произойти взрыв и, накрывшись руками, прижался к полу. Взрыв прогремел около 13 часов. Волной выбила дверь спортзала и я выбежал в проем двери на улицу. Ну и таким образом он спасся. Ваша честь, я имею вопрос к подсудимому в связи с оглашенными показаниями. Кулаев, скажите, кто был тот боевик, который выскочил со снайперской винтовкой из кабины автомашины вашей? Ну я работал в школе, внутри школы. Кто это был? Ну полковник. Это был полковник. Ясно. Оглашаются показания потерпевших на листе дела 71. Ой, простите, в томе 71. В том 71, а листы дела 22-25. Это показания Беченова Романа Ильича. От 11 сентября 2004 года. Значит, у него был сын Беченов Казик, 95-го года рождения. 1 сентября сын направился в школу номер один. Он находился в это время в селении Фарм. Значит, по телевизору, находясь в селении Фарм, узнал, что школа захвачена террористами. И захватили всех людей, находившихся там в заложнике. Узнав о случившемся, он сразу направился к школе. Прибыв на место, увидел там много сотрудников. Все эти дни 1-го, 2-го и 3-го находился рядом, пытался пройти на территорию школы. 3 сентября, находясь неподалеку от школы, в 13 часов услышал два сильных взрыва. На территории школы началась сильная перестрелка. Милиционеры продолжали нас не пропускать. После того, как стихла перестрелка, со своим братом Беченовым Роландом направился в больницу города Беслана. Стал искать. Да, в больнице, в общем, стал искать он. И нашел в морге сына погибшим. Направился в город Владикавказ. В больнице не было в морге. Он обнаружил своего сына. Оглашаются листы дела. 237-239 – это показания Варзевой Кристины Хаджи Муратовны от 1 сентября 2004 года. Она пояснила, что учусь в 11-м классе в среднеобразовательной школе номер 1 города Беслана. 1 сентября пришла на занятия вместе с подругой Бегаевой Кариной. Перед началом занятий все учащиеся, их родители, преподаватели собрались на площадке. В 9 часов 13 минут на школьную площадку со стороны железнодорожных путей бежали примерно 7 мужчин в камуфляжах, в масках, с прорезями для глаз. Бородатые были без маски. Этот мужчина, который бежал первым, я обратила внимание, что борода у этого мужчины в верхней части была немного сбрита. То есть росла отдельно что-то от прически. На вид этому мужчине было около 40 лет. Ростом он был примерно 180 сантиметров, плотного телосложения. На всех нападавших были надеты жилеты с патронами, в руках были автоматы. Они начали стрелять в воздух, кричать «Аллах Акбар!». Стали загонять людей в здание школы. Она и примерно 50 человек забежали в школьную котельную, в самую дальнюю комнату, заперли за собой дверь. Сразу же террористы вбежали в котельную и вывели оттуда основную часть людей. Снаружи двери раздался взрыв, но дверь выдержала. Примерно два часа она вместе с оставшейся частью людей оставалась в указанной комнате в котельной. Выглянув в окно, они увидели троих мужчин в гражданской одежде с белыми повязками на руках. Эти мужчины сказали им, чтобы они ползком пробирались к ним. Но при попытке это сделать, началась опять стрельба в сторону спасавшихся людей. Тогда работник котельной пришел людей в другую комнату, выбил окно. Указанное окно имело вид на гаражи, расположенные в переулке школьном. Затем к людям пробрался кто-то из работников милиции и вывел их к гаражам, а затем за линию оцепления. В ее присутствии боевики никого не убили и не ранили. Оглашаются листы дела 242-247. Это показания Габуевой Фатимы Черменовны. Габуевой Фатимы Черменовны от 5 сентября 2004 года. Она пояснила следующее, что 1 сентября 2004 года она вместе со своим сыном Кусовым Асланом пришла в школу города Беслана. Стояли они на школьном дворе в ожидании торжественной линейки. Через некоторое время она увидела, как в школьный двор забежали несколько мужчин в военной форме и стали стрелять из автоматов. Со стороны стадиона появилась группа вооруженных мужчин, на которых были маски. Они тоже были вооружены. Всех находившихся в школьном дворе стали загонять в спортивный зал школы. Там они заставили всех сесть на пол и стали минировать зал, раскладывая взрывчатку по всему залу. В спортзале находилось постоянно около 8 террористов. Они заставляли мужчин из числа заложников помогать.